Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга, мы работаем в прямом эфире. И сегодня у нас в студии Видное ТВ Елена Добрина, советник главы Ленинского района. Здравствуйте, Елена Константиновна! Здравствуйте, Дмитрий! Мы собрались сегодня с вами здесь накануне большого праздника Нового года. Это праздник, который, наверное, все ждут в детстве больше всего, потому что живут в ожидании сказки, какого-то чуда. Скажите, что для вас Новый год? Ну, вы знаете, в силу своей профессии, я Новый год чаще всего воспринимаю как работу. Но такую любимую, добрую работу, потому что бывает, что от тебя зависит именно состояние вот этой сказки. И приход ее или не приход. Поэтому, конечно, с одной стороны, я как простой человек всегда тоже жду Нового года. Зная о нем все, зная о подготовке к Новому году все или почти все, я все равно в последний момент перед Новым годом, вы знаете, посещать такое чувство, что вот будет чудо, должно быть чудо, потому что это Новый год. И это хорошо, поэтому я думаю, что любой из тех, кто сохранил в душе детскость, он вот так же относится к Новому году, любит его. Ну, а если говорить таким чиновничьим языком, конец года – это подведение итогов, это планы на Новый год. Поэтому, конечно, прибавляется работа, в том числе и бумажная, потому что мы планируем, отчитываемся, готовимся. Но не забываем все равно, что это Новый год, что это праздник. Но, тем не менее, строите, наверное, планы на будущее какие-то. Да, конечно, конечно. Для администрации района в этом году главной идеей стала провести вот этот праздник, Новый год, а также все предыдущие дни, предстоящие к нему, к Новому году. Новогоднюю кампанию. Новогоднюю кампанию, назовем это так. В единой концепции, видная зима, вы это назвали. Почему пришла такая идея объединить эти все дни в один какой-то праздник большой, и почему именно такое название? Ну, видная зима, понятно, да, у нас город, центр района, город Видное, вообще очень повезло с названием нашему городу. Видное, видно, видный. Очень много можно найти различных сочетаний, поэтому, ну, как сказать, далеко ходить не нужно было. Видная зима. Видная зима, потому что зима и потому что ее должно быть видно. Мы также говорим о том, что у нас есть такой, вот еще один слоган, да, называется «будет видно». То есть и все наши мероприятия, они все как-то называются «видная ночь», там, скажем, «парад Дедов Морозов», там мы не говорили, что это «видные Деды Морозы», но это подразумевалось. Почему в одной концепции? Потому что так удобней и на протяжении всего месяца или более полутора месяцев все в одном стиле. То есть основной стиль у нас, вот вы видите, да, шары, вот такие шары, на которых тоже написано «видная зима» и все вот в таком стиле, даже вот это вот не что иное, как афиша. Значит, афишу мы раздаем. Можете подержать немножечко, показать, сейчас у нас оператор покажет. Вот на этой афише, это такая, скажем, немножко упрощенная афиша, здесь укропненная, здесь несколько мероприятий, видная ночь, там, праздничный наряд для лесной королевы и так далее. Я не буду все говорить, здесь основная афишка, как сейчас модно говорить, не в этом, а в том, что в серединке, вот здесь двух сторон афиша, да, в серединке есть так называемый сейчас QR-код, который можно, у кого есть программа на телефоне такая, просто мы подносим, и он нас отправляет на сайт администрации Ленинского района. А там уже мы можем зайти на, кликнуть картинку, вот эту видная зима, и там раскроется, вот вы видите, я принесла с собой по вашей просьбе, план, он, видите, скольких листов, и, конечно, мы сюда бы это никак не уместили. Сразу видно, что готовится много мероприятий. Да, очень много мероприятий, поэтому, и вот также, если мы здесь проденем ленточку какую-то, мы вот повесим это украшение на елку, всегда не бегать, возьмешь телефончик, посмотрел с елки и понял, куда ты завтра пойдешь, на какой праздник. Оптимизация всего тоже, бумагу можно использовать, повесить на елку. Да, 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 конечно. Целый месяц праздников, и началось все еще 1 декабря. Да, парадом Дедов Морозов. Уже традиционный парад Дедов Морозов, потому что в том году это начиналось все, и тогда, может быть, это было в новинку и в диковинку несколько, потому что за целый месяц еще до Нового года уже Деды Морозы выходят на улицы города. А в этом году, как, на ваш взгляд, оценили это жители города? Ну, вы знаете, 1 декабря это день, который, в общем-то, в прошлом году еще Министерство культуры Московской области и правительство определили, как начало новогоднего сезона и зажжение елки в парках в Москве. Мы немножко расширили это, вот, и уже в прошлом году мы зажигали елки не только в парках, но и центральную елку около кинотеатра «Искра», и, соответственно, хотелось, чтобы это было не просто люди собрались и зажгли елку. Поэтому наш знаменитый клоун Алекс, вы знаете, который, в общем, такой активный товарищ очень, и он сказал, ну, почему бы нам не собрать вот Дедов Морозов? И мы, конечно, решили прислушаться в прошлом году, попробовали. В этом году у нас было уже более 40 Дедов Морозов и Снегурочек с ними. И мы поняли, что это очень интересно, что люди, в общем, с удовольствием не только принимают сами участие, потому что у нас были Дед Морозы из двора, с улицы Школьной, у нас были Дед Морозы из школ, у нас были Дед Морозы из учреждений культуры, у нас просто были Дед Морозы, которые вот оделись, пришли сами. Это было очень приятно. И еще, чем отличался в этом году праздник 1 декабря, мы запустили начало акции, которая будет продолжаться до 24 декабря, она называется... Об этой акции мы скажем позже. Хорошо. Я просто хотела сказать, что это в том числе вписывается в тот вопрос, который вы задали, общая концепция. К новогоднему сезону у нас даже есть собственная оригинальная музыка, которую написал Борь Каратаев из совхоза Ленина, и свой танец, который придумал Денис Полтачиди из Тодоса. Вот не только вот это все, но еще и музыка, еще и хореография, вот такой большой-большой новогодний проект. Вы сказали, что количество Дедов Морозов увеличилось в этом году. Я думаю, что помимо того, что праздник стал больше и шире, также и сами Деды Морозы обмениваются опытом именно в этот момент. Да, я думаю, да. И новые розыгрыши, шутки ждут ребят. Да, у нас даже в этом году был генерал Дедов Морозов, роль, которую прекрасно исполнил уже упомянутый ему клоун Алекс. А сейчас я предлагаю напомнить нашим зрителям, как это было, и посмотреть сюжет о том, как прошел парад Дедов Морозов в Винном. Хорошо. Торжественный эскорт не для охраны, а для пущей важности. Борды начесаны, посохи заточены. К параду Дедов Морозов участники подошли со всей ответственностью. Перед началом Дед Мороз генерал отдает приказ к построению. Наши детки морозята, снегурята в первый ряд. А у кинотеатра «Искра», куда и должен прошествовать парад, уже собрались мальчишки и девчонки, а также их родители. К собравшимся с приветственным словом обратилась «Зимушка-зима». Здравствуйте, мои юные и взрослые, жители города и района. Здравствуйте. А далее детвору развлекали сказочные герои, дабы почтенная публика не заскучала в ожидании Дедов Морозов. Перед четыре шага, назад четыре шага, покрутись, окружится, 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 окружится. Звучит команда «Шагом марш» и стройной колонной Деды Морозы шествуют в сторону кинотеатра «Искра». Не по главной улице и без оркестра, зато в окружении восхищенных горожан. И большим, и маленьким, с Новым годом! И вас с Новым годом! И вас с Новым годом! На площади представительную делегацию встречают разогретые танцами детвора и взрослые. Свою лепту в веселье, естественно, вносят и Деды Морозы. Аб, какой дедушка, молодец! Но, как говорится, потехи час, а делом время. Повеселившись от души, Деды Морозы буквально в едином порыве, а вместе с ними и остальные участники праздника принялись за дело. Раз, два, три, два, шага! Ура! Возможно, кто-то скажет, что парадом Дедов Морозов сегодня никого не удивишь. Их проводят повсеместно. Но ведь не удивляет и елочная игрушка, гирлянда, теплая улыбка или дружеское рукопожатие. Просто от этих вещей становится светлее на душе. И даже где-то глубоко внутри каждого взрослого просыпается ребенок. Вернулись с детства, на самом деле. Аж чуть ли не плакала. Первый раз пришли. Просто попали, узнали, что вот это вот из интернета, ну, то есть раз, что будет. Мы не знали, что Дед Морозы пойдут вот это вот. У меня слезы на глазах от умиления. Почему? А я всегда плачу, когда мне хорошо. Опустилась ночь. Зажглась праздничная иллюминация, а Деды Морозы отправились зажигать остальные елки. Благо, в округе в них недостатка нет. На очереди центральная площадь Видного. Параллельно раздача подарков. Разрывай, 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 разрывай. Вот, бери себе леденец. А это мне отдай. Девочки, дайте девочки. Спасибо. Спасибо, Дед Мороз, ты лучший. Следующий пункт совсем рядом, в Центральном детском парке. Несмотря на то, что стемнело, огромное количество детей и взрослых собрались здесь, чтобы повторить вместе с Дедом Морозом волшебное заклинание. Два, три, елок старт! Работы у седовласых старцев сегодня хватает. Много елок нужно зажечь. А у жителей района была еще одна возможность, помимо новогодней, попросить Деда Мороза об исполнении желаний. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ. Вот так красочно мы встретили зиму в этом году. Я знаю, что видно и не видно, а Ленинский район. В этом году ждет еще одно большое событие. Нас посетит главный Дед Мороз из Великого Устюга. Расскажите об этом. Видный гость обязательно к нам приедет. Ну, действительно, приедет к нам Дедушка Мороз из Великого Устюга. Заедет он к нам в район 18-го. Основная программа, встречи с ним, общение, фотографирование и так далее. Все, что нужно, будет проходить 19-го в 15 часов в музее Горки Ленинские. Но до этого утром Дедушка Мороз поедет поздравлять и поднимать дух нашим деткам, которые лежат в больнице сейчас. Ну, так сложилось, что у них нет возможности встретиться с ним, приехать лично на усадьбу Горки Ленинские. А он приедет к ним. Где-то вот утром, я думаю, что там в районе 10-11 часов он посетит наше детское отделение в больнице. А потом уже в 15 часов мы всех ждем. Будет большая программа, будет много сюрпризов интересных. Мы знаем, что собираются люди даже из соседних районов к нам приехать. Там, в частности, из Щербинки, я слышала, собираются приехать. Это нам приятно очень. Конечно, нам бы хотелось тоже сделать это традицией. Вообще, Горки Ленинские сейчас имеют такое очень интересное развитие. И если вы бывали там, наверное, не один раз, а многие видят, что это действительно превращается в настоящий центр культуры, в настоящую усадьбу, которая связана не только с именем Владимира Ленина, хотя это тоже сохраняется, это наша история. Но, тем не менее, там есть джазовые фестивали Бутмана, там есть интересные сказки новогодние. Там, кстати, 15 января состоится очень интересная благотворительная сказка, которую нам предлагает фонд «Неополимая Купина». И мы тоже надеемся, что она будет хорошо воспринята, тепло воспринята нашими жителями. Также свои оригинальные представления готовит Горки Ленинские. Много-много новогодних забав. Но 19 числа к нам приезжает видный гость, Дед Мороз из Великого Устяга. Поэтому я надеюсь, что, не раскрывая всех тайн, я уже всех пригласила и надеюсь, что все придут. Вы сказали, что хотелось бы тоже, чтобы это стало традицией. Он ведь с севера едет, по большому счету, с Великого Устюга. А конечная точка его путешествия? А конечная точка его путешествия — Москва. И до нас он посещает еще один район Московской области. То есть вот нам так повезло, всего два района Московской области он посещает. Это Красногорск и Ленинский. — Город уже заметно украшен. Сейчас появилось много инсталляций на улицах, освещение, иллюминация. Расскажите, какие в этом году появились сюрпризы на улицах и что-то позаимствовано было с прошлого года? — Мы всегда стараемся сохранять все хорошее, что есть, чтобы это развивать и добавлять к этому что-то новое. Ну вот шары, мы уже говорили, что концептуально мы решили, что у нас будет максимальное количество шаров. Вы уже, наверное, видели, что шары появились в городе, светящиеся шары, которые располагаются на разворотных кругах, на пересечении наших улиц. Еще появится до конца декабря, но не до конца декабря, я думаю, что мы до 20 декабря должны закончить полностью, потому что есть необходимые процедуры, которые мы должны проводить, проходить. Поэтому немножко, честно сказать, подзатянули в этом году, поэтому не успели, чтобы все было до первого или хотя бы до десятого. Но, тем не менее, уже видно, город украшен. В городе появилась подсветка оригинальная, вы, наверное, тоже обратили внимание. Мы сделали красивую такую арочную дорожку на советском проезде. Очень красиво, тоже все там фотографируются. От себя могу сказать, что это, наверное, лучшее, что сделано. Да? Я там хожу сам с удовольствием. Ну вот, видите, как здорово. Значит, две... Вот вы говорите, что было раньше. Старые две арки, они немножко не походили по цвету, они стоят теперь в Тимаховском парке, так что можете там фотографироваться. Очень изменился Расторгуевский парк. Слова любовь и сердце приобрели теперь, скажем так, светящийся вид вечером. Тоже очень красиво. Очень красивая там дорожка тоже сделана. Такая небесно-голубая сетка, под которой можно проходить. И, в общем, такая напоминает, наверное, звездное небо. Украшена сцена. То же самое в этом году. Большой шар стоит в Центральном парке. В Центральном парке также украшена эстрада и колесо обозрения. И входная группа тоже очень симпатична. А сейчас мы заканчиваем работу по украшению наших поселений. Там тоже будет очень много оригинального и уже есть. И мы надеемся все-таки, что вот такой новый подход, который сейчас мы используем, то есть то, с чего мы начали сегодняшний разговор, такой общий, чтобы была какая-то единая концепция, чтобы, въезжая к нам, было понятно, что мы въехали в Ленинский район. И вот это все у нас в одном стиле. Мы надеемся продолжать это в следующем году. Но это не значит, что в следующем году мы выбросим все шары. Мы просто придумываем для них другое композиционное решение, которое будет украшать. Также сейчас я надеюсь, что буквально на днях мы получим еще огромные цифры 2017, которые сейчас мы думаем, где установить, потому что и переборщить не хочется, и хочется, чтобы они... Мы сейчас думаем, то ли в шестом микрорайоне они должны будут встать, то ли на площади, которая является основным местом проведения праздников. Там тоже можно будет сфотографироваться, все будет очень хорошо. И вот наши композиции, которые были установлены около городской бани, наверное, помнят все, и около администрации, они в силу возраста уже пришли немножко в негодность. Но мы все равно их не выбросили, а мы их, скажем так, перебрали. И из двух, собрав одну, установили ее на станции Расторгово, чтобы можно было, подъезжая на электричке, видеть уже праздничное такое себе, создавать праздничное настроение, и вот чтобы все было так хорошо. Ну, кстати, эти уличные украшения находят отклик у наших жителей, потому что мы анонсировали сегодняшний эфир в соцсетях, и было заметно, там люди писали, где находится та или иная конструкция, и прилагали фото вот с прошлого года. Ну вот, ищите ее на станции Расторгово. Видновские вести, газета, которая входит в Видновскую дирекцию киносети, тоже не осталась в стороне, и мы тоже подготовили сюрприз к Новому году, свое украшение, свой видный шарик. И я предлагаю посмотреть сюжет, как это было. Хорошо, спасибо. Посмотрим. Несколько часов кропотливой работы, выезд в поселение Ленинского района для фотографий, разработка дизайна. Сколько труда нужно потратить, чтобы подарить людям сюрприз, зажечь их интересные идеи. Под Новый год редакция газеты «Видновские вести» начала масштабную акцию, которая продлится до 31 декабря. Суть ее проста. На одной из страниц газеты читатели могут найти необычный рисунок. Если его вырезать по пунктирным линиям, а затем склеить, получится шарик – самая популярная елочная игрушка. Но в нашем случае все эти шарики, а всего их должно получиться восемь, наполнены особым символизмом. В каждом выпуске мы посвящаем один шарик одному поселению Ленинского района. Мы начали по алфавиту, с Булатникова, потом Владарка, видный мы оставили, на сладкое, как говорится. Заключительный шарик мы хотим сделать какой-то самый очень необычный, самый большой. Мы, может быть, ему посвятим две страницы. Он будет посвящен всему Ленинскому району. Эта акция стала своеобразным продолжением идеи, заложенной несколько месяцев назад на праздновании Дня города «Я, ты, она, он» вместе Ленинский район. В итоге участники, а им может стать любой, должны собрать все шарики. Несмотря на то, что акция закончится под Новый год, а сделать нужно именно шары, уже сейчас некоторые читатели приносят свои поделки. И хотя они мало напоминают то, что необходимо собрать, эти трогательные моменты радуют сотрудников редакции. Ну, у нас такая красота творческая, неожиданность. А кто принес? Бабушка, такая дивная бабушка, говорит. Я слышала, вы призы даете, посмотрите, какой я вам склеила штучку. Некоторые участники акции еще и видео снимают, как они собирают шарики. Кстати, оцениваться будет не только сам факт их сборки, но и творческий подход, ведь их можно как-то дополнительно украсить, что не возбраняется правилами. После того, как участники склеят все шарики, их необходимо сфотографировать и отправить фото на адрес электронной почты газеты, либо самостоятельно принести их в редакцию. По итогам акции будет проведен розыгрыш призов. Но каких? Пока большой секрет. Мы пока еще держим интригу до последнего. И секрет раскроем буквально перед самым Новым годом. Как мы сказали, наш редакционный Дед Мороз всем читателям сообщит, в чем же заключается вот эта вот основная интрига. Главный редактор газеты уверяет, что не только победители, но и самые активные и творческие участники получат свои призы. Так что спешите. Время принять участие еще есть. Максим Козлов, Данил Свидерский, Елена Кошелева. Видное ТВ. Вот такое вот украшение подготовили видновские вести тоже на елку. Ну, у меня один висит в кабинете, Булатниковский. Я думаю, что я обязательно соберу все. И вот они будут украшать и напоминать о вашей такой хорошей акции. Очень интересно. И я считаю, что вообще не пользуясь тем, что мы сегодня в этой студии находимся, хотела похвалить газету за вот такую интересную идею. Правда, интересно очень. Самое главное – собрать последний шарик, где весь Ленинский район будет. Да. Самый большой. Самый большой. А теперь давайте поговорим об акции, которая очень важная в этом году – «Исполни видную мечту». Она тоже имеет свое начало еще с прошлого года. Да. В прошлом году она называлась «Исполни детскую мечту». Мы проводили ее в режиме одного дня в торговом центре «Курс». Мы договаривались с теми, кто там работает. Нам разрешили поставить елку. Заключается она вот в чем. В прошлом году мы обратились в дом малютки наш, видновский, в дом ребенка. И попросили воспитателей написать от имени детей, потому что дети там все-таки нездоровые немножко. И воспитатели помогали нам, написали от детей письмо дедушке Морозу. Дедушка Мороз, вот, подари мне, пожалуйста, вот это. Потому что есть детки, которые там оставлены, поэтому они не могут попросить у родителей что-то и так далее. И мы вешали эти конвертики на елку. Люди, приходя в торговый центр, снимали вот этот конвертик и видели, где написано «Купи мне, пожалуйста, игрушку». И они могли воспользоваться тем, что находится в торговом центре, купить эту игрушку и вернуть нашим волонтерам. Волонтеры собирали это все и складывали вместе с письмом дедушке Морозу. И потом волонтеры, это наши ребята из советов молодежи, они на следующий день одевались с дедушкой Морозом и Снегурочкой и развозили. Вот эти подарки приезжали в дом ребенка, отдавали их, устраивали такой небольшой для детей праздник. В этом году мы решили расширить ее немножко. И договорились теперь с торгово-разделительным центром «Вегас». Естественно, проходимость там совершенно другая. И мы, в общем-то, поставили себе такую амбициозную задачу, чтобы не только детям, но, может быть, и одиноким людям, которые вот уже в преклонном возрасте, которые не могут себе сейчас сделать и не столько подарок, сколько даже... Чтобы праздник был у всех. Да, чтобы украсить дом и так далее. Мы запустили вот ее первого как раз декабря. Я уже сказала, что Борис Каратаев придумал нам музыку, Денис Палтачиди придумал движение для флешмоба, потому что сейчас это очень модно, актуально для молодежи. Как можно принять участие. Как можно принять участие. Значит, вот необходимо, если это какой-то подарок от какой-то группы людей, мы его изготавливаем своими руками. Это первая часть, значит, это акция из двух частей состоит. Первая часть, то, о чем мы сейчас с вами говорим. Вы собрались вместе, сделали какой-то подарок. Ну, вот там, какую-то игрушку, или предмет интерьера, елку, я не знаю. Значит, потом записали ролик, есть в сети, посмотреть, можно там он и с музыкой. Да, их много. Ну, видеообращение. Да, видеообращение такое. И после этого видеообращение говорит, вот мы дарим вот это, вот наша там команда такая-то, или там наше учреждение такое-то, мы дарим. Значит, после этого мы собираем эти подарки в наших учреждениях. Можно отнести в школу ближайшую, можно отнести в новую культуру, в библиотеку. Если вообще не знаете, куда нести, несите в кинотеатр «Искра», мы там это все собираем. Кстати, первую партию мы уже отправили с помощью наших замечательных многодетных родителей. Они уезжали в эти выходные в дом престарелых в Куровское. И часть вот уже изготовленных подарков отвезли туда замечательным нашим дедушкам и бабушкам, которые вот тоже получили такой праздник. Значит, вот мы собираем эти подарки, они лежат в кинотеатре «Искра», ждут своей очереди. А значит, в торговом комплексе «Вегас» мы также будем устанавливать елку, на которую мы сейчас собираем письма. Письма Деду Морозу пишут. Сейчас мы пока обратились за помощью к социальной защите нашей, к управлению социальной защитой. Мы решили пока охватить детей-инвалидов, потому что, понятное дело, что тоже люди с ограниченными возможностями, они немножко и ограничены в том, чтобы праздник пришел в том числе и в их дом. Задачи амбициозные, потому что у нас более 200 детей таких. Соберем ли мы столько подарков, я не знаю. Мы будем пробовать. И торговый центр «Вегас» пошел нам на встречу, он выделил нам самое лучшее число. Это 24 декабря с 3 дня до 8 вечера. Самое проходное, это последние выходные перед Новым годом. Мы надеемся, что будет много людей. Конечно, наши детки не пишут, дедушка, привези мне новый айфон или телевизор. Конечно, там более простые просьбы. Есть такие, купи, я хочу кроссовки, спортивный костюм, что-то такое. Мы надеемся, что эта акция состоится, тем более, что мы ее дополняем тем, что мы привозим туда мастер-классы, которые будут проводить наши педагоги. И человек, который не может купить, он может изготовить то же самое. Мы будем готовить игрушки на елку, мы будем готовить, опять же, предметы интерьера. А наши уважаемые хореографы, вот во главе Дениса Платочиди, который будет работать с ребятами из Тодоса, Игорь Турукин, который возглавляет наш ансамбль «Звездный вальс», Юлия Лесникова, которая возглавляет студию «Шаги», они будут проводить, обучать вот этим движением хореографическим, и каждые полчаса, но мы пока так планируем, мы будем выходить, нам также там сказали, где сцена будет. Илона Броневицкая согласилась провести с удовольствием, потому что она имеет большой опыт проведения всяких благотворительных акций. Она наша жительница, она всегда бескорыстно нам помогает. Уже дали согласие принять участие в акции. Алексей Глызин наш житель, наш депутат Вячеслав Фетисов. Естественно, эту акцию обязательно, как и в прошлом году, посетит глава Олег Хромов. И я думаю, многие жители, которые будут в этот день в Вегасе, они увидят нашу акцию и присоединятся к ней. Мы, во всяком случае, очень рассчитываем на это. И если у нас все получится, у нас еще есть одна амбициозная задача. Жители, которые, ну, не жители, я даже не знаю, как правильно назвать, ну, жители психонерологического интерната в селе Остров мечтают о большом плазменном телевизоре. Вот мы еще хотим и телевизор им купить, попробовать, да? Поэтому, если получится, то мы вот нереализованные, неподаренные игрушки будем продавать, значит, у нас, вы, наверное, видели, уже около Искры поставили деревянные домики, где будет всякая сувенирная продукция новогодняя. И мы просим один домик оставить нам, чтобы, если вдруг у нас ничего не получится, мы поставим, значит, там просто такой ящик для пожертвований, и вот можно будет взять любую игрушку, любую сумму пожертвовать. Может быть, мы нашим обитателям этого учреждения в селе Остров соберем все-таки на новый большой телевизор. Вот такие у нас задачи амбициозные. Это очень добрая и важная акция. Действительно, вот если вдуматься, эти ребята, теперь уже не только ребята, уже действительно обездоленные старики, сидят, а так у них будет праздник. И самое главное, вот хорошо, я так увлеклась, забыла сказать, окончание этой акции будет у нас, естественно, 24-го мы ее проводим, и с 26-го числа наши дети и подростки, и взрослые, и те, которые являются членами наших ТСМов, то есть специальных советов молодежи, одеваются в Дед Морозов и Снегурчик, и не идут в один, естественно, только дом ребенка, а по адресам будут объезжать, и мы надеемся, что с 26-го по 31-й мы объедем всех, каждого поздравим, ребенка или взрослого, с Новым годом и вручим подарок тот, который он написал в письме Дедушке Морозу. Вот цель у нас такая. У нас времени не очень много, а еще много вопросов, которые можно обсудить. И следующий из них – это елка главы. Когда она пройдет? Елка главы пройдет 27-го декабря, дворцы спорта «Видное». Ее готовит наш прославленный, замечательный коллектив «Твит». Уже не первый раз, и мы очень рады тому, что самостоятельно мы готовим эту елку, не приглашая профессиональных артистов. Я не хочу обидеть ни в коем случае профессиональных артистов, и будут елки у нас и с их участием, но вот нам казалось все-таки, что елка главы должна быть подготовлена нашими силами, потому что мы здесь живем, мы здесь работаем, и нам хотелось бы, чтобы наше творчество послужило тем детям, которые придут на эту елку. Потому что два представления состоятся в этот день. Нет, конечно, может быть, большой рекламы на них, потому что мы распространяем билеты через управление соцзащитой, мы даем билеты многодетным, мы даем билеты через управление образования детям, которые показали успехи за год в учебе или в общественной жизни. А наши детки, которые занимаются в учреждениях культуры, спорта, молодежной политики, тоже, которые добились хороших результатов за этот год, это такое поощрение. Ну и плюс, конечно, мы уже говорили об этом, малоимущие, которые просто не могут себе позволить поехать на елку в Кремль или еще куда-то. Поэтому у нас набирается два представления таких, 27 декабря во Дворце спорта «Видное». Надеемся, будет очень интересно. И теперь, наверное, переходим к самому главному мероприятию, это «Видная ночь», за новогоднюю ночь, собственно, с 31 на 1 января. Ну, Дим, дело в том, что у меня вот столько здесь мероприятий записано, которые рассказать. Хорошо, я расскажу сейчас про новогоднюю ночь. Но если останется время, да, я хочу сказать, что у нас еще помимо этого 22 декабря, в 16 часов во Дворце спорта «Видное» мы проводим большое мероприятие, которое посвящено не только Новому году, оно посвящено в основном и направлено на то, чтобы почествовать, поздравить тех, кто принимал участие в премии губернатора нашей Подмосковья. Их у нас более 500. И очень приятно, что также помогает нам МАУК ВДК готовить это мероприятие. Мы надеемся, оно будет красивым, не хуже, чем вручение премии «Оскар». Это тоже замечательное мероприятие. 28 числа в кинотеатре «Искр» пройдет подведение итогов конкурса «Наряд для лесной королевы». Это тоже замечательно, традиционное, много лет проходит событие, на котором подводятся итоги конкурса «Новогодние игрушки». И тоже всегда будет зал, бывает, полный и так далее. Я вот могу там посмотреть еще очень много-много чего, но хорошо, если вы меня ограничиваете, то я расскажу вам про Новый год. Итак, в ночь с 31 на 1 традиционно во всех наших поселениях и в городе, видное, пройдут праздничные такие мероприятия, гуляния, посвященные встрече Нового года. Единственное, что одно поселение, это Савхус Ленин, не будет проводить ночную такую программу. Они до этого проводят очень много мероприятий. А главное мероприятие будет, естественно, около кинотеатра «Искра». В городе еще будет одна площадка, это Расторговский парк, где мы тоже уже не первый год проводим. И вот та часть, в которой неудобно сюда приходить, они останутся там, и я не думаю, что им будет скучно, им будет интересно очень там. Значит, у нас проходит это мероприятие и в Горках Ленинских, и в Молоково, и в Володарке, и в Петровском, и в Развилке, и в Булатниково. Значит, там тоже в нескольких точках и в Измайлово проходит, и в Бутово. Поэтому мы надеемся, что будет очень весело и интересно. Всех секретов открывать я не могу, потому что на то это и есть. Ночь сюрпризов. Но мы рассчитываем, что трансляция, вот если говорить о кинотеатре «Искра», начнется с 11 часов, будет трансляция праздничных программ, которые будут идти по телевидению, будет обязательно в виде обращения президента. И где-то уже, я думаю, что к часу начнут собираться люди, которые встретили Новый год дома, так как это семейный праздник новогодний. И сейчас уже где-то до трех часов мы рассчитываем, что мы будем уже развлекать и удивлять. Обязательно будет салют и все, что должно быть на Новый год. Уже известно, как будет сцена расположена? Скорее всего, она будет расположена опять на возвышение. Как на День города. Да, потому что вы видели, там у нас и горки, у нас там и лабиринт, и елка. Это удобней. Но если сказать о планах, о перспективах, не связанных с Новым годом, а с тем, что нас ждет в следующем году, могу открыть секрет, что в рамках реализации проекта «Зеленая река», о котором вы, наверное, слышали уже не раз, у нас планируется реконструкция площади для того, чтобы она была более удобна для проведения наших мероприятий. И мы тоже там найдем, наверное, место для сцены, чтобы она находилась всегда в одном и том же месте, чтобы людям было очень удобно там. Поэтому вот надеемся, что сейчас идет большая работа, и нам предлагают дизайнеры, как ее расположить, как сделать эту площадь. Да, кстати, первого клоун Алекс приглашает всех на забег новогодний. Так что для тех, кто будет полон сил в 11 часов утра, 1 января, ждем вас тоже. Заодно увидим, кто как отметил Новый год. Да, конечно. Ну вот во главе с клоуном Алексом побежим по улице Видного. Да. А теперь расскажите вкратце о мероприятиях, которые в новогоднюю неделю с 1 по 8 пройдут. Ну, мероприятий на самом деле много, они в основном будут уже посвящены. Нет, они будут не только в поселениях, они будут очень много и здесь будут проходить. Ну, в частности, уже полюбившийся всем видновчанам проект, который называется «А у нас во дворе». Тем более сейчас уже объявлен конкурс у нас, «Наш двор», да, который будет проходить в течение целого года. Сезонный. Да, сезонный. Вот сейчас у нас зимний наш двор, и мы с удовольствием тоже будем отмечать лучших. Значит, очень много турниров по хоккею, по комическому хоккею в валенках. Значит, будет очень много новогодних представлений. Второго и третьего, то, что мы говорим, это уже не елки-главы, это профессиональные спектакли. Это спектакли тоже, в том числе и твит. Это спектакли, которые ставят в Дроздово, которые ставят, значит, в Буревестнике, Дом культуры Буревестник, которые тоже пользуются огромной популярностью. Там, правда, сейчас идет ремонт у нас, но все равно ребята работают с отдачей. Значит, у нас будут елки-глав. Как раз вот поселение многие, так как елка в горках, еще проводят вот после Нового года. Поэтому очень будет насыщено все это. Также очень много у нас будет уже мероприятий, там, скажем, после 4-го числа, которые будут посвящены Рождеству. Рождественские мероприятия, которые мы тоже проводим, и завершатся они 10-го января, января, когда состоится районное рождественское мероприятие. Это будет конкурс художественного декоративно-прикладного творчества Рождество Христово-2017. Также много мероприятий готовит наша видновская школа искусств, и не только видновская. Поэтому заходите через этот QR-код и смотрите программу. На сайте администрации все есть, потому что действительно времени эфира не хватит, чтобы охватить все. Тем более у нас тут приходит вопрос от телезрителей. Да, пожалуйста, пожалуйста. Пришли вот некоторые заранее, я вам сейчас их зачитаю. Уважаемая Елена Константиновна, вопрос по желанию. Ввиду того, что нет технической возможности смотреть видное ТВ, и не всегда мы следим за жизнью района в интернете, есть ли возможность установить какие-то информационные стенды с афишей мероприятий в людных местах. На тот же парад Дедов Морозов мы бы приехали на улицу Фокина с удовольствием, но просто не знали о нем. Екатерина, жительница Калиновки. Ну, большое спасибо за вопрос Екатерине. Мы принимаем на свой счет нашу недоработку. Есть, конечно, много у нас досок объявлений и в поселениях, и в селах, и в городе. Значит, недостаточно. Мы информировали. Будем стараться, возьмем на заметку обязательно. Ну, кстати, мне кажется, это во многих поселениях можно провести такую акцию. Вопросы не связаны несколько с Новым годом, но тем не менее, зачитаю. Вопрос о чистоте улиц города видное. Ведь когда люди ходят по чистым дорогам, то вся красота города сразу начнет бросаться в глаза, создавая тем самым новогоднее настроение. Также, кроме качества уборки, вопрос, когда видным избавиться от незаконных конных прогулок. Алексей Тарасов задает вопрос. Ну, по уборке это не совсем мой вопрос. Я передам его коллегам, которые курируют. Хотя от себя могу сказать, что нельзя не видеть объективно, что лучше стали чистить, потому что закупили очень много техники. Новые. Да, немножко опять с опозданием, потому что есть какие-то вопросы, которые процедурные, которые мы должны пройти. Поэтому, я думаю, что почище стало у нас уже на улицах. Что касается конных прогулок, никак не регламентировано это сейчас. Я возьму это тоже на заметку. Я просто хочу сказать, уважаемые коллеги, кто задает вопросы, я у Дмитрия их возьму обязательно. Мы их поставим на контроль и разберемся с этой проблемой. Хотя ведь всегда есть те, кому нравится, есть те, кому не нравится. Есть и родители, которые с удовольствием катают своих детей. И это для них облегчение. Им не надо ехать далеко. А вышли из дома, зная, где это проходит, соответственно, детишки катаются на лошадях. Конечно, надо проверить все это, чтобы это было по закону, чтобы это не нарушало ничего. Но не каждый может поехать в конно-спортивный парк Русь или в Орлово, чтобы покататься на лошади. А здесь это близко к дому. Поэтому мы узнаем. Я не могу сейчас ничего вам точно сказать. Мы узнаем, занимаемся этой проблемой. Или в лесопарковой зоне около Металлурга, того же самого, мне кажется, место есть. Хорошо. Елена Константиновна, можете ли вы рассказать новогоднее стихотворение в прямом эфире? И написали ли вы письмо Деду Морозу? Задает вопрос уже упомянутый нами сегодня клоун Алекс. Ну, клоун, спасибо, Алекс. За такой хороший вопрос. Я подарю вам стихотворение, как и Деду Морозу потенциальному. Потому что как-то сейчас в голову мне ничего не пришло, связанное с зимой и со снегурочкой. Хотя я много лет работала и в этой роли, и в этой. Я поэтому расскажу вам стихотворение Деда Мороза. Встать пришлось мне сегодня с зарею, чтобы за снеженным лесом пройти. И зайчата бежали за мною, помогали подарки нести. И зелеными лапами ели, мне привычно махали вас след. И веселые белки свистели, посылая вам Алекс. Привет. Мне кажется, клоун оценит. А насчет письма Деду Морозу, я думаю, он мне позвонит и скажет, спеши слова. Насчет письма Деду Морозу, нет, я не писала письмо Деду Морозу. И мне кажется, я в своей жизни даже ни разу его не писала. Я уже сказала, почему. Потому что я всю жизнь работаю снегурочкой. Ну, и зимушка зимой потом, по возрасту уже. Но, тем не менее, сейчас ощущение праздника, оно есть? Ощущение чуда, вот именно как в детстве. Конечно, конечно. Продолжаются вопросы от зрителей и снова возвращают нас к теме празднования около кинотеатра «Искра». Кто в этом году будет выступать на сцене у кинотеатра на праздновании Нового года? Будут ли известные исполнители? Андрей задает вопрос. Ну, Андрей, я уже сказала, что всех секретов раскрывать я не буду. Конечно, мы готовим программу, профессиональные артисты будут принимать в ней участие. А какие, узнаете, придя в ночь с 31 на 1 к кинотеатру «Искра». Следующий вопрос. Любовь Селиванова. Я живу на Петровском проезде, у нас никогда не украшают к Новому году. Нет огоньков, даже елку не ставят никогда. Возле 30 домов по Петровскому проезду. Почему так? Записываю адрес Петровский проезд, потому что знаю прекрасно этот микрорайон. Значит, поправим. Я не знаю, поправили ли мы в этом году, потому что все невозможно учесть. Но на самом деле была договоренность по Петровскому проезду о том, что хозяйствующие субъекты, которые там располагаются, в частности торговые, они обещали нам помочь. Значит, не выполнили, будем проверять. Потому что мы договаривались так, что на Петровском проезде помогут нам украсить наши уважаемые предприятия торговли. Проверю. Ну, от себя могу заметить, что, что касается елок, по крайней мере, их в городе стало гораздо больше, если даже окинуть взглядом, десятилетия назад. Раньше одна-две елки, дай бог стояли. Ну, потому что не все же ставится за счет администрации. Мы просто работаем с застройщиками, с хозяйствующими субъектами, которые идут нам навстречу. И действительно красиво украшают. Единственное, что мы тоже просим, чтобы они немножко в стиле делали. Вот сейчас у нас голубой цвет, да, вот такой голубой и холодный там, значит, белый. И, ну, если есть возможность, шарики вот ставят. Ну, ставят елки, мы не против. Пусть будут елки хоть без шариков, только бы сверкали красиво. Кстати, могу сказать, опять же, что Ленинский район в этом году опередил Москву, потому что в Москве только сегодня, насколько я знаю, ночью главную елку страны поставят. А у нас уже с первого числа... Да, у нас уже с первого декабря все горит. Да, Елена Константиновна, у нас эфир подходит к концу, но еще осталось немного времени, так что у вас есть возможность рассказать еще о некоторых мероприятиях, которые вот мы не успели охватить. Ну, я хочу сказать, что мероприятий у нас много, и об основных я уже сказала, можно, если у меня есть немножко времени, я лучше поздравлю с наступающим Новым годом наших замечательных зрителей. Но прежде всего я хочу, Дима, вам подарить вот этот шарик. Спасибо большое. Я знаю, что Дед Мороз был в студии и подарил вот такой шарик видному ТВ. А вот это лично вам шарик такой за прекрасно проведенный эфир. Спасибо большое. Приятно работать с профессиональными людьми. Обязательно повешиваю дома на елку. Ну, а я хотела бы обратиться к жителям Ленинского района и накануне таких замечательных волшебных праздников, как Новый год и Рождество, пожелать им прежде всего здоровья, мира, благополучия, чтобы все сбывалось. Но самое большое мое пожелание, это чтобы вот та часть ребенка, который в вас живет, она была всегда с вами. Потому что, конечно, у нас много проблем, у нас много над чем надо работать. Но если мы всегда очень-очень серьезно будем все воспринимать, то, наверное, нам будет не так радостно жить. А то, что у нас есть детского, оно помогает нам в том числе и бороться с какими-то проблемами и невзгодами. Поэтому я хочу вам этого пожелать. Я хочу пожелать, чтобы в ваших семьях был мир, добро, любовь. Я хочу, чтобы ваши дети только радовали вас всегда и детям пожелать, чтобы они получили хорошие подарки те, которые мечтали, но в разумных пределах. Потому что нет предела совершенству и нет, наверное, предела нашим мечтам. Всегда нужно к чему-то стремиться. И если у человека есть мечта, то ему легче и проще жить. Поэтому я желаю вам этого и ждем вас на наших многочисленных мероприятиях, которые будут проходить на территории Ленинского района. С наступающим Новым годом и Рождеством. Я присоединяюсь к поздравлениям. Но вот у нас тут пришел еще вопрос, пока вы говорили. Как можно получить в подарок новогодний шарик «Видная зима» вот такой же? Анастасия задает вопрос. Анастасия, надо принимать участие в мероприятиях, которые проводятся на территории Ленинского района. Приходите на Новый год, там тоже будут вручаться такие шарики. Приходите к клоуну Алексу на программу «А у нас во дворе», он тоже дарит такие шарики. И вполне сможете его получить. Спасибо большое за то, что нашли время и пришли к нам в эфир. И так широко рассказали обо всех мероприятиях, которых действительно уйма в этом году. И нам праздновать не перепраздновать, что называется. С наступающим вас Новым годом. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. До встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова